Самуил, великий пророк, он говорит именно это утверждение. И он говорит, что послушание лучше, чем жертва. Почему послушание лучше, чем жертва? Важение, доброе. Because it's thus you're honoring God. Good. Хорошо. Anybody else? Кто еще думает как... Послушать это как смирение, как покорность. It's like one is humbling himself. Okay, good. It's like a humility, or it's like a wisdom. Sorry, sorry, sorry. Okay. Можно говорить? Когда ты в послушании Богу, ты не грешишь. When you're listening to the Lord, you humble yourself before the Lord, you don't sin. You do not make a sin. Все это прекрасные ответы. И я бы хотел еще кое-что добавить. Я верю, что послушание лучше, чем жертва. Потому что во время жертвы, жертвоприношения... Потому что в жертве все равно есть еще элемент собственной воли. А само по себе послушание это абсолютное и стопроцентное почтение Бога. Потому что не наша воля в центре, а Божья воля в центре. Давайте посмотрим, как тот же самый принцип действует в жизни Иешуа. И я думаю, это Лариса в Матфея 26. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил... Ой, да, извините, 36. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимане, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. И отошет немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да обминуют меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отошет другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Все еще спите и почивайте, вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Иисус сказал Петру, «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец». И вы видите, что Иешуа, он очень был взволнован в отношении этой чаши. В Матфея такое впечатление, что он как будто бы боится пить эту чашу, но в Иоанна мы видим точно, что он знает, что это его судьба, это то, к чему он призван. Он говорит, что «Если возможно, да минует меня чаша сия, но да будет не моя воля, но Твоя». Вы знаете, что пить и желание знать Государство это важен для обнаружения Государства. Хорошо, давайте объясним. Давайте сказать это снова. Иешуа проживала, Иешуа молился. Он хотел знать, настало ли время для того, чтобы выпить эту чашу. Я думаю, что ему было ясно, что он вот уже должен испить из этой чаши. Он также был, у него была и Божья природа, но и он человек. И мы видим эту борьбу, которую имеем также мы сами в отношении послушания Богу. Но я думаю, что Иешуа хотел на 100% удостовериться, что это пришло именно то время, чтобы пить из этой чаши. Он молился, и он просил, чтобы эта чаша его миновала. Но он пытался также как бы распознать, что это правильное время. Я думаю, что если мы люди в Божьем Царстве, мы те, кто хотим знать Божью волю. И это пример для нас, чтобы мы ведь не хотим, чтобы наша собственная воля руководила нами. Мы хотим, чтобы согласно Божьей воле мы принимали наши решения. И крест не касается только жертвы. Он касается также послушания Божьей воли. Это здесь подразумевается послушание Его власти, Его авторитету. Взойдя на крест, Ишуа исполнил Божью волю. Но Его смерть это еще не... Но Его смерть, то есть, наоборот, Его смерть, это как бы абсолютное и совершенное выражение Его послушания Божьей власти. Но Его жертва не выше, чем Божья воля. Это было Божьей волей, потому что она, эта жертва, она дала свободу всему человечеству. Она принесла Новый Завет и благословение Нового Завета. Но, взойдя на крест, Он исполнил Божью волю. Более всего, Ишуа был, для него важнее всего было исполнить Божью волю. Больше всего, Он жаждал, Он был послушен Высшей власти. К сожалению, некоторые из нас, кто находится в служении, кто служит Господу, мы больше посвящены жертве, работе, чем Богу и Его воле. Я думаю, кто следующий читать должен? Матфея 7, кто читает? Я. Матфея 7, 21-23. 21-23. 21-23. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие. Здесь есть люди, которые очень сильно посвящены работе. Они сделали это, это. Но они не исполнили волю Отца Небесного. Они не исполнили волю Моего Отца, который на небесах, который сидит на троне. Но только исполняющие волю Божью входят в Царство Небесное. И Он сказал им, отделитесь от Меня. И Он сказал, вы как бы совершаете беззаконие. Хотя они делали как бы внешне хорошие вещи. Но они не ходили под властью Небесного закона. Ими двигало, или ими руководила их собственная воля. Не Божья воля. Иешуа только делал, что Он видел у Отца. Я выписал несколько отрывков из Евангелия от Иоанна, которые указывают, что Иешуа делал только то, что Он видел у Отца. Он постоянно был озабочен тем, чтобы исполнять Божьи воли. И для Него это было превыше Его собственной воли. Это должно быть нашим моделью для жизни и для служения. И это очень сложно. Особенно для тех, кто ходит с Богом уже многие годы. И иногда наше сердце нас обманывает. Иногда очень легко отойти от того, что Бог хочет для нас и делать то, что мы хотим. Я оботребляю, чтобы вы, когда сегодня дома будете иметь время возможно с Богом или завтра утром, прочитайте эти места Писания. Прочитайте, когда у вас будет время и поразмышляйте над этими местами Писания. Власть Царства Божьим строится. Первая римская, второй подпункт Б. Иешуа делал только то, что он видел своего Отца Творящим. Когда я был еще юным верующим, я был очень ревностным по Богу. У меня было побуждение просто достигать людей для Бога в разных местах. Я знаю, что это было призвание от Бога. и я считал, что для того, чтобы приобрести людей для Бога, самыми сложными в этом отношении являются мусульмане. мусульманам. И я, например, все делал для того, чтобы достигать мусульман. Я пошел и изучал всевозможные материалы для того, чтобы достигать мусульманам, потому что немногие в мире любят мусульман. И я считаю, что это, значит, будет самая большая жертва моей жизни. И, конечно же, она будет весьма приятна Богу. Сердце мое было правильным, хорошим, но я, как бы, свою волю все же ставил превыше Божьей воли. И у меня был очень мудрый пастор. И он сказал, «Я не считаю, что это Божья воля для тебя сейчас». Пока оставайся в собрании и позволь Богу взращивать тебя. Как, например, у Авраама были люди, которых он взращивал, вот так и он сказал, «Я чувствую, что тебе нужно пока быть в собрании и просто еще больше возрастать и учиться». Потом мне предложили ехать в Китай. Многие университеты в Китае в то время открывались, и они хотели, чтобы к ним приезжали преподаватели, которые могут преподавать английский. Преподаватели английского приезжали в Китай, и даже правительство Китая платило им зарплату для того, чтобы они обучали китайцев. А значит, это было обширной возможностью для того, чтобы делиться Евангелием с китайцами. И множество китайцев действительно пришли к вере в Бога. и мне предложили поехать, попросили. И я был такой вдохновленный, я хотел поехать и сделать что-то для Бога. Но учился я медленно очень. И до сих пор я учусь очень медленно тому, что да не будет моя воля, но да будет твоя воля. да будет твоя воля, но не моя. И я молился и ждал, что Бог скажет. Я так хотел поехать, но я только слышал, как Бог говорит, что это не то. Но Боже, я же готов делать что-то. я готов ехать и это же классная возможность. И много было других примеров, где я был готов просто бежать. А я чувствовал, что моя жизнь Бога не удовлетворяет и я хотел делать еще больше и больше и больше. И когда появилась возможность МДЖИБИ и приехать в бывший Советский Союз, это по-настоящему было правильным временем. Бог позволил, чтобы все как бы сошлось воедино. улыбка с неба была и власти, то есть начальство на попечении которой я находился сказали это для тебя правильное время. И я так долго ждал и когда Бог наконец сказал иди и как будто бы я так долго ждал уже засиделся что когда Бог начал двигаться я еле успевал за Ним. Не всегда так. Но мы все должны жить в такой ответственности что да будет твоя воля а не моя. Прежде чем мы пойдем на перерыв 20 минут more. Скажи вам как будет власть по-гречески. The Greek word for authority is эксусия. I believe it's on your yeah it's on your it's on your syllabus. Where? Under 2C 2C 2 Authority in the New Testament is the Greek word эксусия. You see that? Well do you see where it says in Greek the kingdom you see the kingdom word? Kingdom is basileia. You see that? Yeah I see that. Okay let's back up then. So let's say that the word for kingdom is basileia. basileia. По-гречески царство. Там у вас в этих листиках написано. Она относится к сфере Божьего правления. Это правление и управление Бога. Это место where His will is carried out without interference. Это то место где Его воля исполняется без всякого вмешательства. It's carried out as it is in heaven. То есть она исполняется как на небесах. So how is the will of God that's carried out without interference in heaven how is it carried out on the earth? То есть если на небесах она исполняется без всякого вмешательства как она исполняется на земле? оно как бы распространяется или исполняется путем послушания. Сердцем, которое говорит, смиренным сердцем, которое говорит, да будет Твоя воля, а не моя. Только через послушание на земле. Молитва Отче Наш в Матфея 6 снова же начинается с того, что да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. А оканчивается, ибо Твое Царство и Силы слава во веки веков. То есть, начинается Царство и заканчивается Царством. Слово «власть» по-гречески значит «эксусия». А, нет, это, короче, неправильно написал кто-то. «Эксусия» именно. То есть, право действия или применение власти. Это кто-то с английскими и русскими буквами тут писал просто. То есть, это значит способность делать что-то. «Право действовать». «Эксусия». «Каковы примеры, когда у каких-то властителей или там чиновников есть право действовать? то есть, или у каких-то, ну, этих носителей власти. То есть, например, когда родители могут наказывать или вообще как-то влиять на детей. «Родителям дана власть и право действовать для этого ребенка». То же самое касается старейшин, пастырей в общине. Гражданская власть также имеет право действовать в рамках той власти или тех полномочий, какие им даны. Например, в штате Техас, откуда я родом, из США, у нас есть полиция штата. И они как бы патрулируют и контролируют эти автодороги. «Есть полиция дорожная, есть полиция городская». «Если там кто-то превышает скорость, либо еще какие-то нарушения делает, то у полиции есть право применять их власть и полномочия». Помните пастора Олана? Кто-то знает пастора Олана? Это мой духовный отец тоже. И он как бы один из главных людей в МДЖБИ. И прежде чем он стал верующим, он был как раз полицейским в полиции штата. И у них такие большие ковбойские шляпы. Потому что Техас – это штат ковбоев. У них такие сапоги ковбойские. Такие шляпы ковбойские. И такой бейджик или звезда ковбойская. И они, когда включают сирену, огни, ну и заставляют съехать на обочину, они выходят из машины со своей шляпой, в сапогах, с пистолетом, подходят. И вы говорите «Да, сэр». И у нас, вот как у вас, тоже уже такие ездят огромные грузовики. И вот эти полицейские ходят вдоль, например, этой автодороги и могут так поставить руку в своей шляпе со звездой. То есть остановить машину властью данной им штатом. Они могут остановить даже грузовик. Потому что им дана власть действовать на этой дороге властью штата Техаса. И когда-то я думал, что это то, что бы я хотел делать. Я купил себе ковбойскую шляпу, эти сапоги, но у меня, к сожалению, нет звезды или бейджика. Если бы я хотел быть таким, как он, и я выхожу в этом всем, но без бейджика, и ставлю руку, типа остановить хочу, то нет гарантии, что грузовик остановится. Потому что у меня нет полномочий действовать. И очень важно делать отличия между властью и влиянием. Человек, который имеет власть, имеет, у кого есть власть, он имеет право принимать решение. То есть первое, что человек, у которого имеет власть, у него есть право принимать решение. Второе. Человек, который имеет влияние, может предоставить помощь тому человеку, у кого есть власть и право принимать решение. Если эта помощь нужна, позвольте снова сказать вам, человеку, который имеет влияние, может помочь человеку, у которого есть власть. Если эта помощь необходима. Третье. Человек, который имеет влияние, должен быть осторожным, чтобы не действовать так, как будто бы он имеет власть. Когда я здесь жил в 96-м году, студенты шутили о маленьких Сталинах. О маленьких Сталинах. Кто-то, например, кто был старостой или как выходил, и другой студент, например, просил кого-то. Можешь сделать вот это? Очень тихого студента, например, выбирал. А когда человек возвращался, он был вот как Сталин, он там требовал вот то, и то, и то. Не знаю, до сих пор ли так происходит, но в разных культурах есть такое искушение действовать, как будто бы мы имеем власть, хотя, возможно, она нам не дана. Четвертый. Человек с влиянием должен четко осознавать, что он уважает того, у кого есть власть. Помните Эстер? У нее была позиция влияния, но не власти. Она оказывала влияние на царя, но она также, она хотела, чтобы царь все четко понимал, но у царя была власть. И каждому из нас Бог дал различные сферы власти. Но также дал нам различные сферы влияния. Нам нужно уметь различать между властью и влиянием. Человек может как бы проявлять или выражать власть четырьмя различными способами. Первое. Вы имеете власть, и вы правильно ей распоряжаетесь. Второе. У вас есть власть, но вы вообще ей не пользуетесь. Третье. Вы когда говорите там подожди или еще что, не забывайте, что Уэйн русский тоже знает. Подумает, что это к нему обращаются. Три. У вас есть власть, но вы пользуетесь ей ненадлежащим образом. Не по назначению используйте. Что это значит? Хорошо. Четвертое. У вас нет власти, но вы пытаетесь ей пользоваться.